Металл и закаленный поликарбонат. Из такого прочного материала изготовлены новые остановочные комплексы, которые в этом году появятся по всему гостевому маршруту. Кроме того, новые остановки призваны ограждать от дождя и ветра. Также в ночное время они будут подсвечены как изнутри, так и снаружи. Это позволит не только с комфортом в них находиться, но и поможет увидеть название издалека. На лицевой стороне будет находиться карта и QR-код, который можно считать при помощи телефона. До дня города в Копейске появится 13 таких объектов. Жители города уже успели их оценить. Я считаю, что нужны. Они вписываются в современный стиль. Они более современные, чем старые. Если их еще будут убирать и за ними ухаживать, то, конечно, не будет цены этому. Не будут жители сами засорять их и будут соблюдать свою чистоту. Тогда они, конечно, придадут и стиль городу, и тем более маршрут городской, он центральный. Ездят не только жители, ездят и гости города. Однако, несмотря на прочные свойства остановок, нерадивые жители порой все же умудряются их сломать, разрисовать или использовать в своих целях. Самый первый комплекс, который был установлен у завода пластмасс, почти сразу же подвергся вандализму. Была повреждена непосредственно остановка, верхняя часть, отломили кусок и попытались украсть урну. Урна забетонирована, украсть ее сложно. Просто загнули, закладные восстановили, ну и восстановили непосредственно саму остановку. Хотя, казалось бы, для чего это нужно? Там металла, которого можно украсть, нет. Просто пакостит. Все остановочные комплексы, они включаются в контракт, который мы ежегодно заключаем на содержание величинодорожной сети, будут закреплены за подрядную организацию, которую также ежегодно мы определяем через аукцион. Программа рассчитана на три года. Всего в Копейске планируют обновить 75 остановочных комплексов. 27 из них в этом году. Субтитры создавал DimaTorzok